В 2013 году Си Цзин Пин объявил о том, что он назвал проектом века. Инициатива «Пояс и путь», которую иногда называют новым шелковым путем, является одним из самых амбициозных, когда-либо задуманных инфраструктурных проектов. Тостиг ли он своих целей на данный момент времени? Или Китай просто нажил невыносимую экономическую ножу должников по всему миру? Идет хитрая геополитическая игра, и мир потихоньку начинает осознавать ее развязку? Си объявил о стратегии как об экономическом поясе шелкового пути во время своего официального визита в Казахстан в 2013 году. Со временем проект получил название «Инициатива пояса и пути». Пояс в названии относится к возрождению ряда сухопутных торговых путей, соединяющих Европу с Азией. В то время как путь подразумевает план создания новой морской торговой инфраструктуры вдоль старого маршрута Марка Пола – морского шелкового пути, который соединит Китай, Юго-Восточную Азию, Африку и Европу. Однако было отмечено, что эта инициатива касается гораздо большего, чем инфраструктура. Многие говорят, что план Китая «Пояс и путь» – это попытка развить расширенный взаимозависимый рынок для Китая, нарастить его экономическую и политическую мощь и создать для Китая подходящие условия для построения высокотехнологичной экономики. Между тем, примеры инвестиций в инфраструктуру и инициативы «Пояс и путь» включают порты, небоскребы, дороги, железные дороги, мосты, аэропорты, электростанции, плотины и железнодорожные тоннели. И проект вроде как должен быть беспроигрышным вариантом для всех вовлеченных сторон. По оценкам Всемирного банка, «Пояс и путь» может увеличить торговые потоки в мире аж на 6,2%, увеличив глобальный реальный доход почти на 3%, а ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона почти на 4%. Проект был создан для устранения пробелов в инфраструктуре, что могло бы ускорить экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, а также Центральной и Восточной Европе. Таким образом, основное внимание уделялось инвестициям в инфраструктуру, образование, строительные материалы, железные и автомобильные дороги, автомобильную промышленность, недвижимость, энергосистемы, железо и стали. С тех пор, как в 2013 году был запущен проект ВЕКО, «Пояс и путь» расширялся и развивался. А в 2022 году в проекте числятся около 146 стран и 32 международные организации, а также подписано около 215 документов о сотрудничестве. Африка считается ключевой частью китайского проекта из-за ее потенциала в сфере железных и автомобильных дорог, а также энергетики. Кроме того, многим африканским странам нужна более совершенная инфраструктура, которую Китай готов спонсировать. И таким вот образом Китай начал большую часть своей инвестиционной деятельности в регионе Восточной Африки, предоставив африканцам доступ к портам, железным и автодорогам. Африканские страны, такие как Кения и Нигерия, извлекли большую пользу из деятельности Китая. Банки Поднебесной профинансировали множество проектов, в том числе крупный газопровод и железные дороги в Нигерии. В Кении китайцы построили высокоскоростную железную дорогу между Момбасой и Найроби, которая является первой высокоскоростной железной дорогой на континенте. По оценкам, в 2020 году инвестиции Китая в Африку достигли 23 миллиардов долларов. Это сделало Китай крупнейшим спонсором инфраструктурных проектов в Африке, поскольку он финансово поддерживает примерно пятую часть всех проектов и строит треть из них. Однако для строительства многих из этих объектов Китай направил большое количество собственных рабочих в развивающиеся страны. А сумма займов, набранных у Китая только лишь странами Восточной Африки, на данный момент составляет более 29 миллиардов долларов. Хотя с момента своего создания проекта «Пояс и путь» добился значительного прогресса, он также столкнулся с некоторыми неудачами. Поскольку Китай активно выдавал кредиты развивающимся странам, его стали обвинять в использовании инициативы «Пояс и путь» в качестве дипломатии долговой ловушки. Многие страны и организации заявили, что «Пояс и путь» является частью манипулятивной глобальной стратегии Китая по финансированию крупных инфраструктурных проектов в развивающихся странах за счет выдачи заранее неплатежеспособных кредитов и использования долга для получения рычагов воздействия на эти правительства. Обвинение возникло из-за проектов на Шри-Ланке. В 2017 году правительство Шри-Ланки не смогло далее обслуживать китайские кредиты в размере 8 миллиардов долларов, которые использовались для финансирования развития порта Хамбантота. Поэтому порт был передан китайцам в аренду на 99 лет. Между прочим, порт предоставляет китайцам новую весомую инфраструктуру и стратегический плацдарм в Индийском океане. Итак, инициатива «Пояс и путь» потерпела некоторые неудачи из-за того, что Китай финансирует инфраструктуру в развивающихся странах на непрозрачных условиях кредита, которые позволяют Китаю стратегически использовать неспособность принимающей страны платить за экономическую, военную и политическую поддержку. Учитывая, что африканским странам уделяется большое внимание, одним из возможных вызовов в инициативе «Пояс и путь» является устойчивость задолженности. И это, конечно, фактор, имеющий как внутреннее, так и международное значение. Китай известен своим агрессивным стремлением инвестировать за границей и более высоким аппетитом к риску. Отсюда и огромные суммы кредитов африканским странам. Однако, хотя эта стратегия может сработать, она также может стать палкой о двух концах – как для Китая, так и для стран, которые он кредитует. По данным исследовательской группы, общая сумма кредитов китайских финансовых учреждений на проекты в странах, причастных к проекту, в 2020-2021 годах составила 52 миллиарда долларов. А теперь, похоже, проект века по созданию достойной инфраструктуры в развивающихся странах превращается в первый зарубежный долговой кризис Китая. Было отмечено, что по крайней мере 18 африканских стран пересматривают свои долги Китаю, в то время как 12 других африканских стран ведут переговоры с Китаем о лимитировании кредитов на общую сумму около 28 миллиардов долларов. Но поскольку Китай в настоящее время сам находится в кризисе, страна решила затормозить кредитование Африки. Китай подавал знаки о более осторожном подходе к нескольким африканским странам, которые отчаянно пытаются погасить свои долги. Поскольку более 97 стран в общей сложности должны Китаю триллионы долларов, инициатива «Пояс и путь» неизбежно страдает от долгового кризиса. Для Китая это знаменует то, что аналитики называют критическим переломным моментом после почти 10 лет безудержного кредитования под видом проекта «Пояс и путь», которое усугубилось с ростом инфляции и цен на энергоносители и ужесточением мировых финансовых условий из-за российско-украинского конфликта. Страны оттягивают выплаты по долгам, сились их оплатить. Исследования показали, что 35% инфраструктурных проектов «Пояс и пути» сталкиваются с серьезными проблемами при реализации. И вот из-за огромного давления Пекин начал выдавать так называемые спасательные займы, чтобы покосить задержки по выплатам. Это означает, что китайские государственные учреждения выделили десятки миллиардов долларов таким странам, как Пакистан, Беларусь, Египет, Монголия, Турция и Шри-Ланка, чтобы помочь им обслужить свои кредиты и избежать дефолта. Однако, по словам Мэтью Минджи, старшего аналитика Rodium Group, распространение долгового кризиса в сочетании с замедлением глобального роста и более осторожным подходом Пекина означает, что Китаю придется искать новые способы решения насущной проблемы. Для Минджи спасательные кредиты – это просто мера, позволяющая выиграть время. И в случае со Шри-Ланкой они так и не смогли избежать дефолта. Поэтому все внимание приковано Китаю, как он подойдет к решению проблемы с такими странами, как Замбия, Лаос, Камбоджа и Эфиопия, которые реструктурируют свои долги Китаю и другим кредиторам. Хотя очевидно, что Китай не может поддерживать инициативу пояса «Путь в одиночку», он может многое выиграть, что в долгосрочной перспективе пойдет на пользу его экономике. Например, пояса «Путь» дает Китаю контроль над критически важными глобальными цепочками поставок и возможность перенаправлять поток международной торговли. А конечной точкой инициативы «Пояс и путь» является построение новой глобальной системы альтернативных взаимозависимостей в сферах экономики, политики и безопасности. С Китаем в центре, конечно же. И хотя эта инициатива может иметь выгоду для африканских стран, в итоге «Пояс и путь» – это прежде всего китайский проект, призванный продвигать большую стратегию Поднебесной. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!